Разное время. Юрий Никифоров. Юрий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Начать мы хотим с того, что эта страшная трагедия в истории нашей страны навсегда останется в сердцах миллионов. Освобождение города – это памятная дата не только для нашей страны, но и для всего мира. Ведь во время одной из самых длительных блокад погибли тысячи людей разных национальностей. И к памятному дню в этом году приурочено множество торжественных событий в культурной столице. Юрий Александрович, когда я готовилась к нашей встрече, столкнулась с тем, что многие сомневаются, уместно ли проводить парад в день снятия блокады. Эту дату предлагают не отмечать, связывая ее с не освобождением города, а с предшествующими ему трагическими событиями. Все-таки как относиться к этой дате? Это все-таки праздник или день скорби? Я думаю, нужно относиться к ней так, как это установлено законом Российской Федерации о памятных датах. Эта дата, она одновременно для нас и дата памяти, но одновременно это же и праздник. Это важная дата для наших предков, когда в 44-м году люди плакали, обнимались, увидев этот салют в честь снятия блокады. Мы продолжаем делать нечто подобное, имея в виду благодарность свою этим людям за то, что мы сейчас живем в свободной, суверенной стране, за то, что жизнь в нашей стране была спасена. Мы знаем намного больше о планах гитлеровцев по уничтожению Советского Союза. И наша благодарность от этого, она только увеличивается. И повод еще раз порадоваться, что тогда нас, ныне живущих, наши предки спасли, я не вижу здесь вот... Но мне кажется, тут еще можно, чтобы понять, чем является 27 января для нас нынешних, можно обратиться к событиям в Ленинграде в тот же день, в 44-м году, тому подтверждение блокадный дневник ленинградского рабочего Ивана Ферсенкова, если я не ошиблась в ударении. 27 января 44-го года он сделал следующую запись. Восемь часов вечера Ленинград салютует доблестным войскам, разбившим вражескую блокаду. 24 артиллерийских залпа из 324 орудий. Такого салюта и Москва еще не давала. Почти два с половиной года мы задыхались в тисках блокады. Ленинград выдержал голод, холод и бомбежки. И вот сегодня радостный день. Мы все пережили и вместе со своей страной празднуем Великую Победу. И понимаете, ведь очень важно для нас, что мы вспоминаем не просто о какой-то осаде, бессмысленном сидении внутри блокадного кольца. Мы все время вспоминаем о борьбе, о коллективном подвиге тех людей, кто боролся за жизнь, спасал жизнь. И не просто выживал, но работал ради фронта. Сдавал донорскую кровь для раненых Ленинградского фронта. Кировский завод работал. Кировский завод работал. Компин, Компинский танк ремонтный завод работал. То есть для нас уникальность этой истории, она именно в чуде преодоления. И поэтому общая коллективно одержанная победа в битве за Ленинград, она заставляет нас сегодня, ну и 27-го, присоединиться к этим праздничным торжествам. Я, например, как потомок, мой родной дедушка Леонид Александрович Никифоров, он был защитником Ленинграда на Лужском рубеже. Я считаю себя вправе как внук своего деда присоединиться к этим, потому что эта победа стоила очень дорого, это была очень тяжелая победа, но тем она для нас и дороже, и ценнее. Сотни тысяч людей, да. Но давайте разберемся вообще в причинах возникновения блокады, потому что, насколько мне было известно, еще до начала войны Гитлер говорил о том, что взять Ленинград, это важнейшая стратегическая задача, и называл Москву просто еще одним таким географической точкой, да, а именно взятие Ленинграда он называл самым главным, самой главной целью вот этого нападения. Тем не менее, тем не менее, решение изменилось. Почему? Решение не изменилось. Если мы говорим о решении уничтожить Советский Союз, поработить его на рост... Штурмовать Ленинград, да. Если мы говорим о судьбе двух главных городов Советского Союза, Москвы и Ленинграда, то вы совершенно правы в том отношении, что вот по плану Барбаросса, Ленинград нужно было захватить раньше Москвы. Но уже в июле план Барбаросса стал давать сбои. Стало понятно, что силы, которые Гитлер сосредоточил против СССР, невиданную в истории армию вторжения, кстати говоря, все равно недостаточно, потому что сопротивление, которое они встретили, оно было в значительной мере неожиданным для нацистского руководства. И решив, в конце августа, в начале сентября, немецкие генералы начали с Гитлером обсуждать, что мы должны хоть что-то сделать. Давайте Москву возьмем, и подвижные части соединения, лучше так сказать, четвертая танковая группа, авиация, группа армии север. Было принято решение, что их надо вывести, перегруппировать на московское направление для взятия Москвы, а Ленинград уничтожить, принудить к сдаче, так это формулировалось в немецких документах, голодом, эпидемиями, систематическими обстрелами артиллерийскими, разрушить все системы жизнеобеспечения. А что сделать вместо этого города? Кстати, да, отвечая на вопрос тех горячих голов, которые, может быть, спрашивают, а может быть, надо было сдать Ленинград? Опубликован документ Германии, Фрайсбург, Бундесархив, секретная директива 29 сентября 1941 года, только для офицерского пользования. После поражения Советской России нет никакого интереса для существования этого большого населенного пункта. Предложено тесно блокировать город путем обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха, сравнять его с землей. С нашей стороны заинтересованность в сохранении хотя бы части населения этого большого города нет. Ну, во-первых, это логика вызвать массовую гибель людей. Она вытекала из самого и по себе стратегической установки еще с довоенного времени, вот с момента планирования агрессии на тотальное ограбление территории Советского Союза. Большие города СССР, они снабжались, естественно, за счет продовольствия, которое производилось в деревне. Если предполагалось, что советская деревня будет ограблена, и это продовольствие будет отправлено в Рейх, то откуда возьмется? И во многих документах, вот при обсуждении этого вопроса, например, судьбы Ленинграда, там даже подчеркивалось, вот именно это, ну нам же придется тогда часть продовольствия оставить, да, ничего личного, понимаете, только бизнес. Но мы же решили, вот, да, в результате миллионы людей умрут с голоду, но что делать? Нужна еда в Рейхе. Вот это ужасает даже больше, потому что за этим нет какой-то, не просматривается какой-то особой ненависти к советским людям или русским людям, какой-то ненависти, которая должна их уничтожить, да. Но это какое-то внутреннее право ограбить и убить, они, немцы, вполне за собой признавали. Я бы подспорил по поводу отсутствия ненависти, потому что есть кадры вот этой известной хроники Дедовича Вихеншау, да, пропагандистской, и там они показывали напрямую, говорят, вот союзники, смотрите, вы хотите за Россию воевать, посмотрите, что это за люди, и показывают пленных, да, измученных и разноармейцев, говорят, это же не люди, это же, ну, люди... Свои преступления, да, разного рода оправдания. Я о другом, вот очень хорошо, спасибо, что вы вспомнили про этот Дойче Вихеншау, да, ведь дело в том, что многие вот эти вопросы, которые сейчас провокционно вбрасываются в Россию, в общественное сознание, на самом деле не являются каким-то открытием или плодом воображения современного там литературоведа, да, ему вдруг в голову что-то вступило. Если поднять фашистские листовки того времени, например, я вот недавно в связи с приближающимся юбилеем посмотрел работу роты пропаганды как раз 18-й армии, группа армий Север, которая блокировала Ленинград, да. Что они, так сказать, в Ленинград, какого рода информацию и листовки они забрасывали? И вот там начинается, вот это как раз тема, что коммунисты вас сейчас бросят, они жируют, а вас обрекли на бессмысленную гибель, да. Отсюда растут ноги у рассказов про всякие ромовые бабы там для Жданова и все остальное. Вот Сталину на вас наплевать, он давно уже уехал в Самару, в Куйбышев, куда перенесли столицу, а про вас он вообще забыл. Это немцы пишут, это их пропагандисты придумывали для того, чтобы наше население принудить к сдаче, чтобы подорвать дух, посеять хаос внутри города, чтобы женщины перестали писать на фронт своим мужьям. А уникальность Ленинграда еще и обороны его в том, что мужчины-то ленинградские были на фронте, и солдаты линии фронта 30 километров или 2,5 километра, солдаты Красной Армии, бойцы ленинградцы, ушедшие на фронт, они знали, что их жены и дети, вот они со спиной в нескольких километрах. И когда немецкая, кстати, пропаганда анализировала эти письма, если, допустим, с убитых солдат взятые, они отметили в одном документе, что русские женщины что-то очень патриотично настроены, они солдатам советуют сражаться. Надо придумать какой-то заход специально для женщин, чтобы их, они большую роль играют в том, что сопротивление столь упорное. И когда сегодня в интернете, например, вбрасывается очередная какая-то история про Сталина, который бросил Ленинград, или про Жданова, который там... И жировал. Жировал, да, в то время, как другие голодали. У меня дежавю иногда возникает. Это все придумано во время войны. Для чего сейчас эти вбросы происходят? Зачем и кому это нужно? Потому что именно блокада Ленинграда, ну, обросла мифами и многими заблуждениями. Для чего, кому это нужно? Ну, в том, что блокада Ленинграда обросла мифами, ничего плохого нет, да? Потому что это вообще один большой такой миф. История блокадного Ленинграда. Миф в хорошем смысле. Не в том, что миф это обязательно неправда, да? Она мифологизирована, это легендарная история. Вот лучше так даже сказать, да? И когда мы говорим здесь о том, что вот какие-то существуют некие мифы, но я бы сказал, что это не миф, а это сознательно запускаемые реинтерпретации того или иного. Реинтерпретации. О чем я говорю? Я не знаю, нашим слушателям это интересно или нет. Но, например, нацистская пропаганда, вот она постоянно мониторяя, как бы сегодня сказали, положение в городе, они все время себе объясняют. Вот что они не сдаются-то? А там уже от голода апатия. Там апатия, там население теряет человеческий облик. Вот люди уже не реагируют на обстрелы. Обращаемся к воспоминаниям или к дневникам ленинградцев, переживших блокаду, и там про то же самое эти люди свидетельствуют иначе. И вот недавно как раз тоже читал воспоминания одной блокадницы, и она говорит, вот в какой-то момент они нас обстреливали и обстреливали, обстреливали и обстреливали. И вот помню, идем на работу, опять очередная тревога, опять нас регулировщики призывают спрятаться в подъездах или в подворотнях на случай, если снаряд прилетит. А люди идут, и она это интерпретирует, как нам стало не страшно, с презрением мы отнеслись к этим немцам. А дождь пошел, люди от дождя спрятались. Почему берется одно и то же, но нашим людям мы в данном случае не верим, их пониманию того, что там происходило. А вытаскивается интерпретация того же самого немецкая, а немцы действительно не могли понять, ну с кем мы имеем дело, почему, вроде все, все мыслимые нормы, все мыслимые пределы человеческих возможностей пройдены, но тем не менее они продолжают упорствовать, они продолжают сопротивляться. И вот начинали немцы сами себе объяснять, ну это не цивилизованные люди, или это, наверное, комиссары и евреи там сзади заставляют. Понимаете, вся эта вот нацистская, по происхождению, по генезису, нацистские версии объяснения событий, в том числе и оправдательные, призванные оправдать это невиданное в истории преступление военное, попытку уморить голодом двух с половиной миллионный город. Это же не просто трагедия, как сейчас нам из Питера, допустим, рассказывал корреспондент. Это, помимо всего прочего, величайшее преступление нацистского Третьего Рейха, его заправил в отношении нашей страны, в отношении нашего народа. И когда мы вспоминаем вот эти знаменитые строки на памятнике, да, ничто не забыто, никто не забыт. Ничто это что? Это, помимо всего прочего, мы не должны забывать, а кто в этом виноват. Эти преступники, они были названы в Нюрнберге, на суде над немецкими фашистскими преступниками, и снять с них каким-то образом их сегодня реабилитировать за это преступление, рассказывая нам о том, что вот Жданов там что-то не так организовал. Это тоже один из приемов искажения, или, как говорят, ну, говорят иногда фальсификации, хотя чаще всего мы имеем дело с глупостью и невежеством. Вот, кстати, по поводу, да, ничто не забыто. Я напомню, что с юга Ленинград был окружен немецкими войсками, а с север-то финскими. Несмотря на то, которым командовал фельдмаршал Маннергейм, между прочим, бывший офицер царской армии, несмотря на то, что с финской стороны обстрелов не было, и в какой-то момент они все-таки отказались от сотрудничества с гитлеровской Германией, Советский Союз не простил. Ну, в какой момент? Они были отброшены и уничтожены. Да, разгромили. Свирско-Петрозаводская операция, это последняя операция битвы за Ленинград. После этого они отказались, да, подумали, что все, сейчас ведь будет, нас принудят к капитуляции, и все, Красная Армия будет в Хельсинки. Сталин их простил, по сути, потому что остановил войска. Но сначала гнали до Хельсинки, и Хельсинки еще бомбили. Я, кстати, вот, знаете, что бы хотел сказать нашим слушателям в связи с этим? Вот нам сегодня, сохраняя пространство памяти в юбилейные даты, связанные с блокадой Ленинграда, надо все-таки не сужать пространство смыслов до проблемы выживания гражданских, да, мирных людей в блокаде, которые были жертвами нацистского преступления. Надо помнить, что битва за Ленинград, это одна из крупнейших и главных решающих для исхода всей Великой Отечественной войны битв. Я другой битвы по продолжительности, например, такой не знаю. 872 дня. И, ну, это 872 дня, это блокада. А битва за Ленинград началась 10 июля 41-го года. И закончилась она вот этой свирско-петрозаводской операцией против финских войск. Финских и немецких немцы же были там тоже, с той стороны. И закончилась она 9 августа 44-го года. Ленинградский фронт, а это самое крупное оперативное объединение в составе Красной Армии, мы говорим фронт, существовал дольше всех фронтов. Я не знаю еще, какой фронт существовал дольше. 1300 с лишним дней войны существовал Ленинградский фронт. Потери Ленинградского и Волховского фронтов только этих двух, а участвовали там в 41-м году. Северо-западный был еще фронт, задействован в ходе битвы за Ленинград. Когда контрнаступление началось, 2-й Прибалтийский фронт был создан, участвовал Ленинградско-Новгородской операцией. 54-й отдельная армия создавалась, там много было, Балтийский флот. Но я всю цифру сейчас не скажу. Это извне, кто пытался прорвать этот блокад. Ленинградский изнутри, Волховский изнутри. Чуть ли не каждый день. Это изнутри, да. Переплывая реку. Давайте я цифру назову. Безвозвратные потери только этих двух фронтов, но это, правда, наиболее масштабные, да, в данном случае, они примерно равняются 700 тысяч человек. Это убитые, умершие от ран, пропавшие без вести и попавшие в плен. А если раненых добавить, то, соответственно, цифру надо увеличить в 3-4 раза. Которые вполне возможны, потом и умерли от ран. Ну, спустя некоторые. Ну, тогда они попали в это число, 700 тысяч. Нет, я имею в виду, что это все аукается. А, умерли после войны? А, ну это да. Ну, вот Анатолий начал разговор про Невский пятачок. Вот все-таки для чего этот плацдарм был создан? Потому что есть мнение, что он нужен был для того, чтобы сковывать силы немцев. Ну, вроде там самое узкое место кольца вот этого. Невский пятачок, история Невского пятачка, она самым тесным образом связана с попытками прорыва блокада Ленинграда. Вот как только замкнулось блокадное кольцо 8 сентября 1941 года, немедленно ставка Верховного главнокомандования Сталин, немедленно начали отдавать приказы. Это делалось очень поспешно, да, это делалось недостаточно подготовлено. Но было же понятно, если город, который до войны снабжался исключительно с колес, любой крупный город снабжается с колес, то это означает гуманитарную катастрофу буквально через месяц, потому что там запасов всего на две недели. Были Бадаевские склады, сгорели. Да, сразу же, в первые же дни. Сразу же в сентябре, в октябре были предприняты попытки прорыва блокады. И поскольку, естественно, пробиваться с одной стороны сложнее, чем сразу наносить удары с двух сторон, все время пытались задействовать войска Ленинградского фронта. Но в сентябре, например, туда Сталин для этого Жукова отправил в срочном порядке, комиссию ГКО во главе Смоленкова, Ворошилова сняли с командования, поставили Жукова. И вот история Невского пятачка, она непосредственно тесно связана. Дело не в каком-то сковывании, потому что это все-таки небольшое пространство. Но это было то место, где предпринимались попытки переправиться через Неву, и отсюда развить наступление, как-то поддержать, пусть и незначительными, недостаточными, как выяснилось, силами, поддержать наступление с той стороны, извне. К сожалению, эта попытка в 1941 году не удалась. Но как только немцев отогнали от Москвы, сразу был создан Волховский фронт. Ему было поручено осуществить эту операцию. Началась Любанская операция, которая несколько месяцев продолжалась. Она продолжалась до апреля месяца. Пытались пробиться Ленинграду. Тоже она закончилась неудачно. Окружением. Дальше, в конце августа, следующий, как только закончилась эпопея, попытка спасти 2-ю ударную армию, а это закончилось аж в конце июня, сразу началась подготовка новой операции, чтобы пробить блокаду, спасти Ленинград. И когда сегодня говорят о том, что вот Сталин ничего не делал, чтобы спасти Ленинград, это в первую очередь преступление против памяти тех бойцов, командиров, генералов Красной Армии, кто все эти два года в нечеловеческих совершенно природно-климатических условиях рвался на помощь блокадному Ленинграду. А еще у нас есть подвиг тех, кто строил дорогу жизни и делал ее. Это еще одна важная часть битвы за Ленинград. И поэтому 27 января, понимаете, мы празднуем, вспоминаем не просто блокаду, а мы вспоминаем грандиозную победу Красной Армии, которая была частью воюющего народа. И вот в Ленинграде это очень хорошо видно, вот этот наш тезис в памяти у нас существует, что отечественная война, весь народ воевал. Потому что ленинградцы как раз оказались на передовой фактически. Мы говорим, город-фронт. Они не просто сидели там и пайки делили, а они еще думали, понимаете, вот как помочь армии и как бы этому врагу на совете. И ученые перед смертью выдумывали разные способы, и медики, и кто угодно, понимаете, инженеры, чтобы в условиях, когда электричества нет, но тем не менее что-то да сделать. А кстати, а как жил город все это время? Он же не был парализован, несмотря на голод, несмотря на обслуживание электричества. В нем работала промышленность. Если мы говорим о... вообще будем говорить о блокаде, да? То, конечно, надо разделять. Самое тяжелое, страшное, трагическое время, блокадное, это время декабрь 41-го года. Самый страшный месяц, наверное, январь 42-го года, февраль 42-го года. Это месяц, декабрь, когда паёк продуктовый был самый маленький. Вот нам все время показывают эту блокадную пайку, да? 125 грамм иждивенцы получали. Служащие получали 200 грамм хлеба. Потом он был повышен 25-го декабря, а дальше шло только повышение. По чуть-чуть людям стали прибавлять, но уже было поздно, потому что за месяц-два уже многих людей потом невозможно было спасти, потому что дистрофия развивалась. И основная масса погибших, она приходится как раз на эту первую блокадную зиму, когда смертность составляла 100, потом 150 тысяч человек в месяц. Но когда была налажена дорога жизни, да, ледовая, вернее, лучше сказать, ледовая дорога жизни, потому что дорогой жизни мы вправе называть и баржи, когда была навигация, доставлявшая груз, и воздушный мост с самолетами, это все у нас как бы обобщенно дорога жизни. А вот ледовая дорога жизни, потому что в один конец шло продовольствие, а обратно ехали эвакуированные люди. Когда было принято постановление Государственного комитета обороны о массовой эвакуации, вывозе нетрудоспособного, в первую очередь, населения, то, которое нельзя было задействовать в хозяйстве города. А кто это, дети-старики? Почему? Но это и трудоспособные в нашем понимании люди. Просто поскольку половина промышленности Ленинграда была либо эвакуирована, либо была парализована, потом мы говорим, электричества зимой не было, топлива не было. Ну, хорошо, можно было запустить какое-то остывшее оборудование, но нужно же топливо. Трубопровод проложили только весной 42-го года по дну Ладожского озера, и эта проблема была решена. А так людям пришлось разобрать треть жилищного фонда, все деревянные дома пошли на дрова в городе. Но после того, как было резко сокращено население, эвакуировано было зимой разными способами, но в основном по дороге жизни больше 600 тысяч человек было эвакуировано на большую землю. То есть население сократилось. А с другой стороны поток продовольствия увеличился, и уже в апреле, в мае руководству Ленинграда удалось создать двухмесячный запас даже продовольствия. Стали работать так называемые стационары, ну, как объяснить, санатории, наверное, по-современному, куда на непродолжительное время направлялись люди либо с предприятий, либо с учреждений, получали так путевки, где человека реабилитировали, оказывали ему медицинскую помощь, соответственно, подкармливали, выдавали ему те продукты, которые вообще были роскошью в обычной жизни. Игорь Александрович, вот я читала мнение историков, и вот помимо Холокоста говорят, что геноцид был по отношению к Ленинграду. Почему официально это не называется геноцидом? Потому что вечеречь шла об уничтожении всего ленинградского населения, и даже тогда фон Лейб не был осужден за умерщвление сотен тысяч мирных граждан. Ну, понимаете, что значит официально не называется? Мы так называем, да, историки называют. А если говорить о том, что Россия должна какой-то особый проект резолюции в ООН внести, о признании блокады Ленинграда геноцидом, я не знаю. Мне достаточно, что к 70-летию, например, вот пять лет назад, устами властей Германии, например, канцлеры Германии, по-моему, в тот момент, были принесены извинения, это было признано Германией геноцидом. А что, собственно, ну, нам какие-то юридические последствия, конечно, можно наступить, но нам тоже выделять Ленинград, ведь преступление геноцида было осуществлено в отношении всего населения Советского Союза, всего населения. И об этом свидетельствуют вообще цифры преднамеренно умершлённых людей на территории Советского Союза, которые наша чрезвычайная комиссия по расследованию злодеяний фашистских захватчиков оценила в семь с половиной миллионов человек. А это преднамеренно умершлённые, а эта цифра не включает тех, кто просто умер от общего ухудшения условий жизни в результате оккупации, да? Ну, да. Ну, кстати... Какое тут нужно ещё официальное признание? Это есть, это было, и это никогда не изгладится из нашей памяти. Вот недавно были рассекречены как раз документы, касающиеся дороги жизни. Почему до сих пор, спустя почти восемь десятков лет, у нас остаётся такое количество засекреченных архивов, которые касаются Великой Отечественной войны? — Прежде всего потому, что Центральный архив Министерства обороны хранит миллионы дел, да? Миллионы дел. И несмотря на то, что по приказу министра обороны очень давно началось рассекречивание всех этих документов, просто сама по себе процедура рассекречивания требует определённых организационных и человеческих усилий, в том числе ресурсов. Но вы обратите внимание, вот этот великолепный портал, который создан, или даже лучше сказать, несколько интернет-порталов, «Память народа», «Подвиг народа», «ОБД Мемориал», это всё свидетельство того, что нашим государством за последние годы сделано очень много для того, чтобы сделать этот массив документов как можно более доступным. — Юрий Александрович, спасибо большое. К сожалению, время этого сегмента подходит к концу. Я напомню, для наших слушателей мы общались с Юрием Никифоровым, начальником научного отдела Российского военно-исторического общества. Ну а мы, Анатолий Круглов, Антон Зарубин, с вами не прощаемся. После небольшой паузы мы продолжим наш эфир. Спасибо большое. — Спасибо. — Спасибо.